Привет всем, это Star Citizen без купюр, с вами Смольный и давайте посмотрим, что нам рассказали в свежем инсайде, где речь шла о репутации в виде новой составляющей жизни игроков во вселенной. Поскольку это одна из ключевых частей игры, система репутации должна быть более развита, чем в традиционной ММО. Вот где, по нашему мнению, игра, о которой мы постоянно говорим, от репутации до погружения начинается. Система репутации будет позволять нам отслеживать значение репутации игрока с сущностью и объектами. Это может быть NPC или организация, это попросту может быть обычный столб, если вы захотите. Нет, но я не думаю, что если мы будем постоянно врезаться в один и тот же столб на посадочной площадке, в конечном итоге этот столб нам начнет мешать улетать оттуда. Так вот да, пока у этой сущности есть ID, ваша репутация с ним будет отслеживаться. Ко всему мы можем отслеживать несколько значений, которые мы объединяем в сферу и границу действий. А если конкретно мы говорим о двух разных вещах, где одна это взаимная склонность, где отслеживается насколько вы этой сущности импонируете и это будет касаться NPC, организации и так далее. То, что будет влиять на взаимную склонность, это по большей части то, как вы выполняете задания. Что вы делаете во время этих заданий и то, где эта склонность будет реально себя проявлять. Но также следует упомянуть, что ваши ежедневные обычные действия будут влиять на эту взаимную склонность. Для организации уровень того, как вы импонируете им, будет немного отличаться. Оно будет представлять собой объединенное мнение этой организации и ее членов в отношении вас. Это будет влиять на такие нюансы, как то, хотят ли они помочь вам или атаковать вас. Ну и также будет значение уровня доверия и карьеры. Доверие касается только мишингиверов, а карьера это как организации будут рассматривать вашу деятельность. Где видимая разница в том, что организации имеют несколько карьерных сфер деятельности. Например, уровень вашей деятельности в плане охоты на баунти или защиты территории. Внутри сфер деятельности у нас есть такая себе таблица рангов, по которой вы будете двигаться от негативного показателя к позитивному. Главная идея дать игрокам ощущение награды и прогресса. И что нам больше всего нравится, что благодаря этому игроки, играющие группами, смогут делиться друг с другом заданиями, теми, которые для кого-то недоступны, поскольку имеют совершенно другую репутацию и рейтинг. Не уверен, конечно, насколько все это правильно, когда идет явное ограничение игроков в заданиях, пока они не достигнут определенной репутации в спорных сферах. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Для этого релиза основной фокус будет вокруг заданий, но заглядывая вперед, вы будете иметь репутацию, связанную со многими другими аспектами. Например, если будете вести себя плохо с мишенгиверами, ну, например, толкаете их или выстрелите в них, или в одного из их друзей, или поговорите с ними как-то не так, выбрав неудачный ответ в диалоговом окне. Мы также, возможно, планируем сделать такое, что ваш внешний вид тоже будет влиять на отношение NPC к вам. Например, Константин Херстон – это сноб, который не поймет, если вы заявитесь к нему в неподобающем виде. А вот это мне уже нравится. Меньше дёрстских костюмов во вселенной. Одна из фич, которая нам очень нравится, это то, что мы хотим дать организациям различный оттенок, играя с тем, что им нравится, а что нет. Например, одной организации будет нравиться, когда вы летаете туда-сюда, убивая других игроков, в то время как другая это не приемлет. А кому-то будет очень нравиться, когда вы занимаетесь контрабандой, другие же будут относиться к этому нейтрально. Все это подводит нас к вершине концепта, тому, что мы называем дрифт. Это то, что ваша репутация может постоянно меняться в зависимости от ваших действий. И да, пока вы не закидали нас камнями, мы хотим уточнить, что цель этого не заставить игроков постоянно грандить, а наоборот, наградить вас за геймплей, который вы и так по умолчанию любите и делаете. Но мы хотим сделать так, чтобы высокие уровни репутации были сложны в достижении. И чтобы у игроков был всегда выбор, где они хотят быть на высоте, а где это для них не критично. Все это принесет фундаментальные изменения в геймплей, и мы будем тщательно мониторить отзывы. Ну что могу сказать от себя, я все равно не уверен, нужно ли все это в Star Citizen, ну а вы, друзья, оставляйте свои комментарии и давайте обсудим. Вторая часть выпуска была посвящена уже тому, что мы уже все видели в предыдущих моих видео, то, что войдет в патч 3.13. Новые пещеры, новые астероиды, менее коммерческий дизайн станций, где есть переработка руды. Если спросите меня, то я считаю, что для этого можно было бы создать эксклюзивно новые станции в целом, а не убирать мебель из уже существующих с изменением освещения. Выглядит как сделано на коленке на скорую руку. Полировка небесных тел системы Стентон. И опять. Я уже вижу одни и те же текстуры и одинаковую картинку. Начиная с 3.11 происходит какой-то абсурд. Луны становятся такими, что не зная где ты, на глаз уже самостоятельно не определишь, так как визуально все выглядит одинаково, чего не было раньше, когда небесные тела создавались вручную. Они тогда были более индивидуальны. А что сейчас? Уникальные для Лирии гейзеры на Селине? Новые виды заданий перевозки чувствительных к квантомым прыжкам грузов и перевозки на время. Обновление инерции. Возможность толкать и тащить телеги. Навесные и стационарные пулеметы, которые, к сожалению, на эту телегу поставить нельзя. Долгожданная швартовка Мерлина к Андромеде. Подтверждение, что швартовка кораблей к станциям выйдет в саппатче 3.13.1 или 3.13.2, наряду с новым С2 и новотанком. Визуальная деградация. Новые компоненты для майнинга. Возможность именовать корабли, пока всего 6. Новые эффекты щитов и Циклон МТ. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и летайте вдохновенно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok